Друзья, вы только посмотрите! Вот такая красота аппетитная у меня получилась! Всем огромный привет, наши дорогие! Добро пожаловать на мой кулинарный канал! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейшую, сочнейшую скумбрию на овощной подушке. Будет очень вкусно! Мы уже попробовали это блюдо с Алексеем на нашем Мукбанк канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами. А также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылочка внизу в описании. Переходите, знакомьтесь, добро пожаловать! Будем рады видеть каждого из вас. Ну, а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейшую, сочную скумбрию с овощами. Мы начинаем! Чтобы приготовить вкуснейшую скумбрию на овощной подушке, нам потребуется скумбрия. Вот таких три красавца у меня получились общим весом на полтора килограмма. Дальше из овощей я возьму один болгарский перец, три морковки. Болгарский перец у меня 250 грамм, морковки в общей сложности 480 грамм, две луковицы весом 400 грамм и 400 грамм консервированных помидоров. Также нам потребуется для маринада 350 грамм сметаны, у меня 20-ти процентная. Одна столовая ложка горчицы, 5-6 зубчиков чеснока. У меня получились общим весом 20 грамм. Соль по вкусу. Я сегодня буду использовать адыгейскую с травами, вот такую вкусную ароматную соль. Также нам потребуется 3 столовые ложки соевого соуса. Также нам потребуется 50 миллилитров растительного масла и 2 лавровых листа. Для начала нам необходимо с вами разделать рыбу. Рыбу разделываем следующим образом. Значит, сначала вот здесь есть у рыбы отверстие, прорезаем брюшко. Скумбрия не имеет чешуи, поэтому срезать ничего не нужно. Здесь у нашей скумбрии молоки. Конечно же, все это пойдет в дело. Молоки мы тоже будем использовать, поэтому убираем на тарелочку пока в сторону. Все остальное несъедобное, все остальное выкидываем. Дальше нам необходимо отрезать от скумбрии голову. Я режу вот так треугольничком, чтобы вот в этом месте, в районе затылочной части, как можно меньше мяса у нас срезалось. Выкидываем, она нам тоже не пригодится. Все остальное хорошенько промываем под краном. Вот такая красоточка у нас получается внутри. Пока убираю на тарелку. Таким образом, сейчас разделаю вторую и третью рыбку, затем покажу, что делать дальше. Проделываю все те же самые процедуры. В этой рыбке у нас с вами икра. И ее тоже будем использовать в нашем блюде. Вот такие три красавца у меня получились. Теперь их необходимо нарезать. Резать будем не очень тоненько, примерно 3-4 сантиметра. Вот так. А вот эту хвостовую часть можно отрезать. Таким образом, нарежу сейчас полностью всю рыбку. Посмотрите, как она аппетитно выглядит. Нарезанную рыбку отправляю в чашку и нарезаю следующую рыбку. Рыбу я нарезала, пока убираю в сторону. Далее нам необходимо приготовить маринад для рыбы. Берем чашку, отправляем сметану, соевый соус, горчицу, соль по вкусу кладем. Я положу, учитывая, что у меня еще здесь соевый соус, одну чайную ложку. Сюда же выдавливаем 5-6 зубчиков чеснока и все хорошо перемешиваем до однородного кофейного цвета. Все, друзья, маринад у нас готов. Вот такой вот он красивый, кофейный, однородный получился. Дальше берем рыбу и просто заливаем маринадом рыбу. И все аккуратно, хорошенько перемешиваем, чтобы каждый кусочек рыбы у нас был полностью в маринаде. Вот такая аппетитная вкуснятина получается. Пока убираем в сторону, займемся овощами. Рыбка в это время будет мариноваться у нас. Далее у нас на очереди овощи. Сначала нарежу лук. Лук нарезать буду на своем любимом станке. Устанавливаю необходимую соответствующую насадку для нарезания кубиком. Если лук резать вручную, значит сначала прорезаем пополам, затем режем на полосочки, но не прорезаем луковицу до конца. Вот здесь оставляем непрорезанным лук, затем разворачиваем, поперек нарезаем. Получаются у нас полосочки, как на пельмени. Я же нарезаю на своем любимом станке. Обязательно луковицу одеваю на плододержатель и вот такими движениями вперед на 45 градусов. Сначала прямо, потом на 45 градусов. Вот таким кубиком получается нарезать лук. Сейчас таким же образом нарежу вторую луковицу, затем покажу, что делать дальше. Лук я нарезала. Вот такое количество у меня получилось. Пока убираю в сторону, он будет ждать своего часа. Далее на очереди у нас морковь. Морковь просто натираем на крупной терке. Морковку я тоже натерла пока в сторону. Далее берем блендер, отправляем в него помидоры, закрываем крышкой, подключаем моторчик и при помощи блендера помидоры измельчаем. Когда измельчили помидоры, они уменьшились в объеме, дальше нам необходимо добавить болгарский перец. Болгарский перец разрезаю пополам, удаляю плодоножку, семена и перегородки. Все, а дальше мы в произвольном порядке измельчаем болгарский так, чтобы удобно было поместить его в блендер и отправляем в блендер. И продолжаем все взбивать. Все, друзья, готово. Посмотрите, обалденный, невероятный аромат на кухне стоит. Выглядит уже сногсшибательно. Вы только посмотрите, томаты консервированные вместе с болгарским перцем. Все ингредиенты у нас подготовлены, можно приступать к приготовлению. Сковороду устанавливаем на плиту, зажигаем максимальный огонь. Отправляем в сковороду 50 миллилитров растительного масла. Ждем, когда масло хорошо прогреется. Масло у нас хорошо прожарилось, отправляем в сковороду лук и обжариваем его до прозрачности. Обязательно перемешиваем. Лук у нас обжарился до прозрачности. Отправляем в сковороду морковь. Все хорошо перемешиваем. Сразу после моркови отправляем томаты с болгарским перцем и снова все хорошо перемешиваем. Потушим наши овощи буквально в течение 3-4 минут и уже будем снимать с огня. Весь процесс приготовления овощей у нас происходит на максимальном огне при открытой крышке, чтобы немножко испарилась вот эта вот жидкость. Все, друзья, овощи обжарились. Сильно их обжаривать тоже не будем, потому что еще в духовку они отправятся вместе с рыбкой нашей. В течение 5 минут в итоге обжаривала овощи. Отключаю газ и пойдемте укладывать все в форму для выпечки. Далее берем форму для запекания и перекладываем нашу зажарку. Овощи наши. Забыла, пока тушила овощи, их посолить, конечно же, солим. В итоге у меня ушло 2 чайные ложки соли, 1 чайная ложка на маринад рыбный и 1 чайную ложку я отправила к овощам. Все хорошо перемешиваю. Сюда же отправляют 2 лавровых листика и сверху на овощную подушку отправляем рыбу и весь оставшийся маринад сверху вот так тоже отправляем. Все, друзья, отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно на 30-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Друзья, вы только посмотрите, вот такая красота аппетитная у меня получилась. Все прям с пылу-жару, аж кипит еще немножко. В итоге скумбрия на овощной подушке пробыла у меня в духовке ровно 35 минут. Рыба готовится быстро, овощную подушку мы предварительно тушили, поэтому больше и не нужно. Сверху образовалась вот такая аппетитная корочка, как видите, с краев рыбки. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать это блюдо на нашем Мукбан канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну, а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.